Здравствуйте, дорогие мои! Я снова с вами, Мэри Маор. Приветствую вас на канале «Интервью М-Мэджик». Сегодня у нас особая, очень трогательная встреча с человеком, которого я знаю дольше, чем себя, люблю столько же времени, сколько живу. Это мой отец Юрий Фёдорович Раков, художник, фаторов, учитель и маяк, который освещает жизнь очень многих уже поколений по их пути к себе. Здравствуй, дорогой папа! Здравствуй! После таких слов я боюсь лишние слова сказать. Скажи, пожалуйста, вот сегодня, я знаю, что много разных было этапов, так сказать, твоего пути. Сегодня что для тебя является источником вдохновения, источником творчества? Ну, я понял, что он всегда для меня был, собственно говоря, самым главным источником это отношение с создателем всего мира, то есть, как говорят, со Всевышним. То есть, в общем, в 60 лет, когда я готовился к переходу на пенсию, так сказать, понял, что мне надо подвести какие-то итоги, я, так сказать, раскаялся. Каким образом это произошло? Когда-то психоневролог научил меня рассмотреть свою жизнь, то есть, как жаворно подняться вверх и всю свою жизнь от начала до сих пор меня увидеть. Когда я это все увидел, я пришел в ужас. То есть, я жег как все. Я помню в уверенности. Но там было много неправильных отношений с сыном, с дочерью, с женой и так далее. Вот. Ну, вот это раскаяние заставило меня, так сказать, увидеть свои недостатки. И после этого, и в этот момент я прочитал, вот ты говоришь, Манна говорил, какой у тебя подарок. Если ты позволишь, я два куплета почитаю из стихотворений, с которых начались мои отношения. Да, конечно, я буду очень рада услышать их. Это стихи мои оценила моя жена и ввела их в восьмую книгу. И вот последний стихотворень, который здесь есть, я его почитаю. Оказаться между мирами, уйти из времени. Как это? Рассмотреть целый мир в себе и закрупиться из космоса. Тысячелетия, путь неблизкий. Кто проведет меня, я понимаю. Ведь жизнь человека всего одна. И до чего ж она коротка. Ну, после этого я открыл Библию, которую я уже читал, как мифология какую-то. И вдруг я увидел, что Бог мне рассказывает о себе, как он все делал, для чего он человек создал. И началась моя нормальная жизнь, путь к свету. До слез я очень, так сказать, очень взывается, разумеется, все, что ты мне говоришь. Но я помню о своей роли сейчас человека, который ведет интервью. Поэтому вернусь, так сказать, именно в нее сейчас. Во-первых, я благодарю тебя за то, что ты делишься этим, за то, что ты настолько с открытым сердцем, с открытой душой идешь по миру. Идешь за своей верой, за своим светом. И делишься им со всеми, кто окружает тебя. И так или иначе этот свет распространяется через них уже дальше. Расскажи мне, пожалуйста, о своих картинах. Расскажи, пожалуйста, что в них основного, что главного? Люди, которые тебя не знают. Ну, почему они придут смотреть на твое искусство и захотят его купить и повесить у себя дома? Хорошо. Ну, дело в том, что серьезно заниматься фотографией я начал в 18 лет. В 25 лет я уже пошел в профессиональные фотографии. Собственно говоря, тоже с этой же целью. Ну, понятно, нужно было зарабатывать на жизнь, семью кормить и так далее. Но, тем не менее, цель заниматься искусством для меня всегда была главной. Я стал изучать такую науку, которая является философией искусства, называется эстетика. И там есть такие понятия, как возвышенные и прекрасные. Это категории эстетические такие. Я понял, что там еще другие есть, безобразные, злые и так далее. Но я понял, что мне интересно вот это. Изображать красоту. Трагедии в моей жизни и без этого хватало. Поэтому меня интересовала красота, совершенство, стремление к абсолютному совершенству. Я тогда еще не знал, что мне Бог помогает это делать. И, собственно говоря, я уже таким образом отправился к Нему на встречу. И потом, когда я уже смотрел, после, как-то я эти идеи библейские, собственно говоря, и изображал, так или иначе. Но вот, это было одно. А в какой-то момент, да, и это продолжалось до недавнего времени. То есть вот когда Юля восьмую книгу и девятую стала выпускать, я иллюстрирую ее рассказы. А у нее там есть страшные истории достаточно. То есть они изображают зло в таком житейском смысле. Почему Юля учит людей? Она не учит их. Она просто показывает, как это зло проявляется в жизни. Как его надо увидеть и остерегаться. И я тогда вам еще один подарочек сделаю. Я расскажу в двух словах одну историю. У меня есть один снимок в одной из этих книг, который называется «Давай постреляем». Секунду, папа, извини, пожалуйста. Вернись, пожалуйста, к ответу на вопрос. Что основного в картинах? Ты помнишь, да? Я об этом тебе говорю. Все об этом же. Все, прошу прощения. Мне пришлось обратиться к понятию «зла». Как раз в этой картине сюжет такой. На черном фоне лежит пистолет перед тобой, перед зрителем. С правой стороны в глубине – мишень. С левой стороны – голова куклы. Оторванная голова куклы, довольно большая. Кудрявая, рыжая, глаза голубые, умные, серьезные, ребенка. Глаза смотрят на человека и как бы пытаются понять, что ты собой являешь. Снимок называется «Давай постреляем». Принес мне эту мишень милиционер, ну по просьбе моей нашей приятельницы. В общем, когда он мне ее отдал, я ему рассказал в двух словах сюжет этой будущей картины. И тут меня дернуло спросить его, а вот выборы, что выбрали? Вы в мишень постреляли бы или в голову? Он говорит, знаете, я в мишень уже столько раз стрелял, что мне, наверное, интереснее пострелять в голову. А я ему говорю, а я думаю, почему я эту картину хочу изобразить. Потому что я уверен, что человек, который постреляет в куклу, он потом спокойно так же постреляет в голову живого человека. Он говорит, ну какой ужас, я об этом не думал. Хорошо, что мне это рассказали. Вот, пожалуйста, видишь, зло-то в человеке, в хорошем. То есть в этом милиционере сидит зло. Он не знает этого, потому что никто его с этим не знаком. В школе этого ничего не знает. Я понимаю. Я хочу вернуться к картинам. То есть если я правильно поняла из этого страшного такого рассказа, что, в принципе, твои картины позволяют увидеть разные стороны в нас, в людях. И вот то, что называется, пробудиться именно к тому, что жизнь слишком коротка, и есть смысл делать с ней что-то уже сейчас, пока не стало слишком поздно. О картинах я тогда два слова тебе еще скажу, да? Да, конечно, конечно. Я имею в виду, что мы как раз картины мои сделали приоритетом. То есть Юля писала книгу, мы делали презентацию, разговор шел о книге, я там фотографировал, я не вмешивался. Здесь мы все наоборот. Я сделал выставку разговора о художественной фотографии под цитатах, под библиями, под картинами, еврейские цитаты. Я объясняю, что они рассказывают о содержании, о деях этого произведения, а при встрече, на встрече со зрителями. Мы стали встречаться со зрителями для того, чтобы людям рассказать. Потому что я вижу, что люди ничего не понимают, очень плохо понимают в искусстве, и суть особенно доходить. Это иногда и самому тяжело, потому что зависит от художника. И на этой встрече, да, и выставка наша называлась, вот как раз библейская цитата была названием. Бог говорит, я сегодня тебе говорю, и цитата, вот это название выставки, выбери добро и жизнь или зло и смерть. И вот тогда уже говорите, и выставите две или три картины, которые со злом связаны, вот иллюстрация Юлина рассказана. Вот, и мальчик написал, да, мы встречались в том числе и со школи, мы семь встреч провели, сто шестьдесят человек примерно участвовали в этом разговоре, там было очень сильное воздействие на людей, и, короче говоря, оно выглядело таким образом. С шестиклассниками у нас была встреча, тридцать шестиклассник сидел в зале. Вот, я сказал, ребята, вот пройдите до встречи, пока вы сядете, мы будем разговаривать, пройдите, смотрите, выберите одну картину, чтобы мне о ней рассказали. Поговорите с ней с этой картиной, вот разберитесь с ней. И потом получилось так, что успело там два-три человека, а я, преподаватель, который их сопровождал, она хорошая, наш знакомый, говорю, пусть напишут сочинение, а ты мне их потом передашь. Здорово. Такое глубокое прочувствование искусства, увиденного и памятника. Один ребенок написал потрясающий рассказ, такой полуфантастический, который основан был на картине, которая называется «Злой дух, властелин золота». Вот у меня такая полусказочная картина с золотом, с страшным этим духом. И он написал свой рассказ, абсолютный, так сказать, толчок только, моя картина для творчества. Я его обязательно введу в следующую беседу, потому что соединение художника со зрительским восприятием – просто совершенно потрясающая вещь получилась. Замечательно, благодарю. Я хочу подвести итог нашему, вот нашей короткой беседе, такой совершенно глубокой и неожиданно объемной. Если я правильно поняла, то, во-первых, вы творите с моей мамой, с Юлией Раковой, вы творите в основном вместе, дополняя друг друга и поддерживая во всем, что само по себе уже является редким явлением в наше время. И что твои картины, они очень многоплановы, потому что они никогда не только визуальная, вот некая картинка, но и за ними лежит глубокая философия, которую вы доносите до людей во время встреч. Во время встреч. Последний вопрос, который я… Мы планируем все проводить. Да. То есть скажи, пожалуйста, каким образом люди могут связаться с вами? Как люди связываются с вами и вот приглашают вас на встречи или организовывают встречи с вашим участием? Каким образом это можно сделать? Пока что приглашаем на встречи мы. Мы пишем список всех знакомых людей. Там человек 40 или 45. Я сажусь с Юлиной их обзваниваем, говорим встречи тогда, тогда в таком-то месте выставка работает, уже все приходите, мы с вами будем разговаривать. Мастер-класс. То есть это некий такой клуб? Это мастер-класс, который мы с Юлиной показываем. Я понимаю. А люди, которые пока еще не знают вас и хотят с вами встретить, каким образом? Не знают, пока у нас таких контактов нет, понимаешь? Но это надо организовывать. Ну, ты молодец, что ты за это взял вас. Собственно говоря, это начало таких вот встреч. Понимаешь? Мы подумаем, как это все сделать. И какой-то адрес надо. И меня уже некоторые люди спрашивают, а вот вы хотели повторить, а я не попала. А где это может быть? Когда это будет? Вот. Мы договорились тут в библиотеке провести еще эту старую встречу. Но у меня уже есть 4-5 идей новых. Так, секунду. Пап, скажи, пожалуйста, где вы находите географически, чтобы все, кто увидит наш фильм, смогли каким-то образом сориентироваться, ну, это как бы релевантно для них или нет? И что делать, чтобы, да, попасть вот в ваш этот клуб? Ну, пока что попасть можно к Юле на компьютер, я так думаю. Это Юля тебе сообщит. Хорошо, я поставлю, секунду. Ты помнишь, что у нас с тобой интервью. Я поставлю, я поставлю линк на ваш e-mail и на ваш скайп, и, в общем, желающие смогут связаться с вами. Благодарю тебя от всей души за это интервью. Город Бор, Нижегородская область. Город Бор, Нижегородская область, Россия. Благодарю тебя за это интервью, и благодарю тебя за то, что ты в моей жизни. Это отдельная история, и не для одного интервью, а для миллиона. Как моя жена говорит, задолго до рождения. Да-да-да. Желаю тебе и маме огромного счастья и процветания, и успеха вашему совершенно замечательному проекту, с помощью которого вы просто реально меняете жизнь людей. А вас, дорогие мои зрители, я приглашаю на канал M-Magic, потому что если у вас есть любимое дело, которое вот дело вашей жизни, то о нём должны узнать все. Спасибо, папа, ещё раз. Люблю тебя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok